вот она начинка что тут под штатным креслом у лексуса а в том кресле наверно еще больше всяких 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 всяких-всяких да тут тут еще масло не менять тело не делалось на 50 тысяч километров и самим фотографировались фотографируем товарищ одежда еще в каких городах устанавливали по всех да а в ростове значит я первый с новым поколением сиденья все легко и просто снимается да чик чик уже с привычки на а я так понимаю вам нужен каркас а остального свое да да вон он охлаждение оставили функцию конечно и даже в принципе все штатные функции не сохранили на этом регулировке вверх-вниз там же самому сиденья давайте спинка если считать она вот такая примерно да здесь она вот такая за счет этого и спинка становится выше соответственно монитор тоже выше они будут на уровне глаз он наклоняется подголовник он регулируется только верхний верхний у у у у у у у у на пусть на самолете полетели на машине на машине езжу скаминская то лицо где-то почти 900 километров где-то 20 я так в конь колодце останавливались переночевал и дальше так целиком целиком как-то тяжеловато поселить бывало целиком у и у у у можно продать кожу на самом деле на самом деле кожа кожа а каркасик это вот остается да ясно понятно 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 ну кожа для новых кресел является поставщиком завода Rolls-Royce БМВ индивидуал мы используем ту же самую кожу которая делается для этих премиальных автомобилей поэтому собственно и можем дать гарантию 3 года либо 100 тысяч потому что уверен что проездить без каких-либо проблем спасибо в отличие от штатной обивки да где вот это элементы является кожей вот это кожзам в новых сиденьях да это кожзам руковые элементы это кожзам то есть в новых сиденьях обивка именно полностью вся выполнена изнутри и это в том числе и на спинке подголовник то есть кожзам вообще в принципе нет ну вот так то богатая машина будет а вот это вот сама вот эта подушка которая она вот как бы остается там единственное сейчас снизится чтобы одеть все это и все на то же самое место все это вернет здесь сейчас посмотрите на самом деле вам будет интересно здесь дорабатывается узел поясничной поддержки да объясню а то есть будет вот этот новый или что-то сюда вот это вот под часть то есть снимется до первых этот элемент есть да он мешает то есть он жесткий очень то есть поясине понятно что позвоночник да как бы в автомобильном кресле должен хорошо поддерживаться с точки зрения безопасности да ну да потому что но тем более вам как тяжелоатлету будет да вот эти все пояса одевается для того чтобы позвоночник держал здесь то же самое чем жестче как будет в этом месте именно плотнее спинка держит позвоночник тем меньше он устает то что значит позвонки растягиваются начинает затекать вот эти все вещи и сюда что видите вот это все снимается сюда поставить хорошо сейчас поставим и вот насколько я читал ну на вашем сайте там значит сказано что разрабатывала ортопедическая какая-то фирма такая немецкая и еще уже дальше да есть она сертифицирует сидение река то есть действительно там ну переводе на наш язык есть такая ассоциация за здоровье спины вот то есть у нее есть там даже на сайте можно посмотреть вот но перейти по нашему да там аг у них есть ряд требований к сиденью да которые они предъявляют для того чтобы их считать технически правильными и комфортными то есть регулируемая подножка да которые люди разного роста да и в большей степени вот это вот тропометрия отличается именно в длине ног а не в длине туловищ у нас примерно у всех одинакова а вот длина ростом ног при разной в Росте может существенно отличаться вот соответственно человек может сесть метр шестьдесят а может два метра вот и вот эта подножка она позволяет поддерживать именно большую часть ноги а не то что у вас там часть ноги и висит воздухе, а часть действительно сидит на сиденье. Из-за этого перекрывается кровообращение, ноги начинают отекать. Нагрузка более-менее равномерно распределяется именно на всю ногу. Плюс сустав. Часть ноги поддерживается сиденьем, у вас вес ноги не давит на этот сустав. Не на сухожилия. И по спинке тоже посмотрите, высота спинки гораздо выше. И подголовник правильно меньше. И она еще может опускаться ниже вдова. Сейчас видите, вот сейчас видите, крепление подголовника здесь. Сейчас Александр поменяет кронштейн, который поднимется выше. Изначально у вас будет подголовник уже выше и сама спинка становится выше. Вот она, будущее стедло. Кожа-можа, хрёжа, набьёй. Да, по-богатому будем ездить. По-богатому, по-богатому. Расчехляем целлофан. Это сейчас что мы дополнительно, вот эту подпору, да? Да, это подколенного напору. Выдвижная с электрическим приводом. На штатное место крепится и пошло-пошло-поехал. Да, всё, болт. Всё находится на своих местах. Интересно, моторчики небольшие, но такие сильненькие. Ну, это сервопривод, они как бы, он тоже вот, вроде бы, небольшой, а спинку, даже если на неё давить, он всё равно не будет поднимать спиной. А пневмо-система это идёт вот по этому? Нет, это вентиляция сиденья. А, вентиляция... А, вентиляция. А, вентиляция. А, вы а пневма тогда что а пневма это массаж массаж до соответственно боковую поддержку я не знаю насколько тщательно снимали вот этот процесс у нас на нам не будет ну ладно тогда есть таких лучших видео мало интересуется вот что и как это а это очень интересно эксплуатация эксплуатации как это все работает это будет надуваться? да это будет надуваться это регулируемая боковая поддержка так все вот и и А вот на такой вопрос хочу пожалуйста, стажировку где вы проходили, вот по этим всем установку кресел Стажировка у нас была сначала такая, ну, нас, честно говоря, в последствии производстве, а потом уже все было в последствии переводить, стажировка была по сборке-разборке, получился результат, чтобы мы были установлены Спасибо Ну, спасибо А это что? А это пневматический мотор, с этим снимем только через воздух Это для массажа Все же у нас заряд на воздухе Спасибо 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 Это не каменный материал, соответственно, для защиты поролона, чтобы он не поддавался разрушению тренера проказа сиденья Здесь уже специальные застежки разработаны А именно для этого карта сам Спасибо 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 А это специальная такая прошивка типа подушечки, чтобы меньше оттерлась об эти узлы металлические Да, это подушка, она разворачивается обратно, сейчас на подвергном положении после установки, соответственно, родного пульта управления сиденья Спасибо 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 Можно спросить, с чьей кожи делается то? Там телячья, свиньячья... Круто, это что за хобот? Это вентиляция сиденья идет, разделяется на две части, идет вентиляция на нижней части, сюда соответственно... То есть это руки будете, да? Да, все будут уходить руки, и это три будут стоять вентиляция. Чтобы они тут не перетирались, да, это как защитный кожух? Ну да, оно тут соединяется, то есть штабная она одна ставится по центру, а у нас уже стоится. То есть вот так вот в одном месте, а у нас получается тут, тут и сверх трех местах. И давление, наверное, побольше? Ну да, вентиляция стала... Это как раз подушка, да? Подушка безопасности, да. Она, соответственно, ставится на штабное место, просто упаковывается в чехол, который сделан в наших сиденьях. ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...